Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Собственно, после Рождества торги снова возобновились, мы следим за котировками. И пока что в последние часы американская валюта смогла нащупать донышко чуть выше 110.05 против иены. И сейчас восстанавливается актуальность актеровки 110.50. Возможно, мы все-таки удержимся выше 110, а поэтому не будем паниковать в связи с тем, что наши планы все-таки удержать данную планку до конца этого года не состоялись. Пока что эти планы актуальны, друзья. Я прогнозирую то, что до конца недели все-таки на доллар больше давления серьезного не будет оказано, потому что весь негатив, который случился, имел место быть, паника на фондовых рынках, шотдаун, приостановка работы, деятельности государственных структур. Это все то, с чем участники рынка уже поработали. Но в качестве альтернативного сценария напоминаю, друзья, то, что по доллару и иене есть вот этот уровень 110. И если все-таки на рынке медведи решат предпринять еще одну попытку затянуть пару ниже, нужно будет смело все-таки прикрыть позиции. И пусть там дальше будет то, что будет. Это мы еще вернемся к доллару уже в новом 2019 году. Вернемся с позиции ожиданий относительно темпов ужесточения политики и роста процентных ставок. Напоминаю то, что в 2019 году, судя по всему, политика американского регулятора не изменится. Мы делаем эти выводы на основании последних решений и итогов двухдневного заседания американского регулятора, которое состоялось на прошлой неделе. Но можно сделать скидку на то, что Джером Пауэлл, безусловно, может испугаться критики Трампа и уже перестать настолько быть решительным в плане действий по ужесточению монетарной политики Федрезерва в новом году. Но если бы Джером Пауэлл делал бы скидку на эти опасения, страхи и риски, то, вероятно, мы и на прошлой неделе, друзья, не увидели бы решения по нормализации денежно-кредитной политики. Поскольку это решение все-таки последовало, можем сказать, что Федрезерва в лице подседателя Фореса Джерома Пауэлла сохраняет свою независимость и Джером Пауэлл, собственно, как и обещал, все-таки решился и дальше проводить эту политику, которую считает необходимым, несмотря даже на заявление со стороны Дональда Трампа, которое обвиняет и Федрезерва в целом, и лично Джерома Пауэлла в том, что они дестабилизируют экономическую ситуацию непосредственно в стране и снижают эффективность тех реформ, которые с таким трудом протаскивал Трамп на протяжении всего 2018 года. Друзья, в целом экономический календарь явно не блещет, а статистика, но это понятно, мы работаем с последней недели уходящего года, никаких релизов изначально на эти дни намечено не было, то есть мы ожидали с вами низколиквидные торговые сессии с отсутствием большого количества трейдеров и смирились с тем фактом, что если какие-то движения, собственно, пойдут, то они будут в большей степени связаны с выходом на рынок какого-то большого игрока, либо с какими-то настроенческими факторами. Может быть, даже не было смысла сегодня проводить брифинг, но я все-таки счел необходимым, друзья, еще раз освежить в памяти, с чем мы работаем. Хочу, чтобы вы ушли на новогодние праздники, будучи осведомленными относительно того, с чем мы действительно работаем, с чем мы перекочевываем 2019 год, что мы подхватим в новом году и что будем транслировать в те торговые позиции, которые являются основой нашей спекулятивной деятельности. Безусловно, я очень хочу, чтобы 2019 год был еще более результативным, как это привычно и нужно, уже по устоявшейся практике всем говорить, что в новом году должно все быть лучше, результаты должны быть более, скажем, удовлетворяющими даже самых требовательных по количеству профитных пунктов трейдеров. Уверен в том, что среди вас такие тоже есть. Я надеюсь, что трендовая динамика американца будет подхвачена в 2019 году, друзья. Хотя вы знаете также мою позицию о том, что, возможно, у нас чуть ли не последний период, я имею в виду календарный год, когда будет возможность поработать с ожиданиями дорогой валюты, потому что уже ближе к 2020 году будет целесообразно стать более внимательным к тому, что происходит с спредом доходности краткосрочных и долгосрочных американских облигаций. Всем известный показатель кривой доходности, который является обережающим сигналом, приближающейся рецессии. Пока что ситуация не, скажем, далека от негативного развития событий. Растут и краткосрочные облигации, и долгосрочные. В целом, показатель доходности у них практически, ну практически, может быть, с натяжкой даже, можно сказать, идентичный. Это действительно тревожный сигнал, но настоящая паника может начаться только в том случае, если краткосрочные облигации по доходности произойдут десятилетки. Я думаю, что в предстоящем году, друзья, такого не случится. Сегодня из-за отчетов обратите внимание, не на что, если вы спекулируете нефтянкой, если кто-то из вас все-таки еще пытается выжать по максимуму и снять сливки с того нисходящего тренда, который разворачивается сегодня, а в переходе, скажем, со среди на четверг уже выйдет отчет от Американского института нефти по запасам нефти в США. Далее, собственно, в пятницу у нас будут опубликованы данные уже от Министерства энергетики, тоже США, ну и, разумеется, традиционный для пятницы отчет Бейкер-Хьюз. Вот как раз нефтяной статистикой мы и будем замыкать уходящую неделю 2018 года. Я, друзья, продолжаю настаивать на том, что у котировок нефти сейчас есть еще возможность, чтобы протестить поддержку 50 долларов за барр. Вот на этой ноте я предлагаю перейти непосредственно к тому, что происходит на рынке черного золота. Лоу 50.25 по Brent с открытия сегодня с большим гэпом. Этого серьезного панического сброса и Brent и WTA, который мы наблюдали еще, собственно, перед Рождеством, тенденция сохраняется. Это, друзья, только лишь паническая реакция трейдеров. Какого-то нового фундамента, который можно было бы оправдать, развития нисходящей динамики нету, потому что участники рынка продолжают работать с идеей, опять же, замедления экономического роста, что повлияет на спрос на угли, водороды. И картина обостряется еще тем, что на фоне ожидаемого снижения спроса растет предложение. Это действительно так. WTA, друзья, с октября потерял больше 50%. Для Brent в принципе такая же динамика. Я думаю, что уже все смирились с тем, что мы можем рассчитывать на продолжение такого серьезного нисходящего тренда. Ну, хотя бы потому, что впереди у нас нету каких-то серьезных событий и даже несерьезных событий, за которые можно было бы засыпиться в плане ожиданий и настаивать на то, что вот произойдет вот это, наступит, собственно, такой-то день, и рынок нефти развернется. К сожалению, таких ожиданий нет, друзья. Мы говорим только лишь о прежнем негативном фоне, и этот негативный фон продолжает закладываться, отыгрываться довольно блестяще, скажем так, продавцами, которые почти достигли поддержки 50 долларов за баррель. Я думаю, что даже самые рьяные, агрессивные скептики не могли предположить, что рынок потерпит такое чудовищное фиаско под конец 2018 года. Но это, может быть, опять же, громкое слово с негативным подтекстом. Ну, не для нас, друзья, потому что мы настраивались только на то, что цены окажутся ниже. Последняя сделка, которую я рекомендовал провести небольшим объемом, это все-таки цель по этой сделке 50 долларов за баррель в расчете на то, что бренд улетит к этой планке. Может быть, кто-то из вас предпочел также рискнуть, друзья. Я считаю, что даже видя бренд сейчас на текущих котировках, можно смело уже закрывать позиции. Если вам принципиален факт теста поддержки 50 долларов за баррель, ну, можете поддержать до данной отметки. Мы видим то, что на участников рынка не оказывает практически никакое влияние договоренности ОПЕК, заключенные и достигнутые в начале этого месяца, о том, что начиная с буквально первых чисел 2019 года нужно будет сократить объем совокупного производства на 1,2 миллиона. Сколько раз мы уже задавались вопросом, почему реакция не последовала, все очевидно, прозрачно, ясно. Это не тот объем сокращений, который мог бы заставить рынок вернуться в состояние баланса. И, конечно же, это становится еще более очевидно в свете планов тех же самых Соединенных Штатов Америки увеличить добычу в 2019 году на 1,5 миллиона. То есть, фактически, Штаты перекрывают все вот эти совместные усилия страны ОПЕК+, по сокращению добычи. И все равно даже создают базу для ухода рынок, перехода в еще более утручающее состояние по избытку. Может быть, это и является, опять же, причиной, из-за которой трейдеры все-таки ставят на снижение и продолжают на этом зарабатывать. Конечно же, нефть еще снижается на общем паническом сбросе и всех рисковых инструментов. Может быть, по касательной нефтянку задел из-за того, что участники рынка переводят все, что есть, все, что осталось из фондовых секций, которые валятся в защитный инструмент. Разумеется, никогда к ним не относилось. Я рекомендую все-таки фикситься, как я уже отметил уже сейчас. Друзья, нужно признать то, что рынок оказал нам очень хорошую услугу. Нужно поблагодарить рынок. Каждый делает это по-своему. Друзья, не буду вас учить. Конечно же, если инструмент позволяет зарабатывать, его тут же автоматически смело можно переводить по разряд дружески к нефти. В 2018 году нам явно благоволело по динамике. Большое ей спасибо. Но с спекуляциями на снижение уже пора понемногу заканчивать, друзья. Потому что 50 долларов за баррель – это уж совсем супер-психологическая планка, скажем так. Супер-юбилейная отметка. В районе 70-60 еще можно было бы поспорить. Не такие же это и красивые цифры. Но 50 – какой-то сакральный смысл уже есть, наверное, в этом уровне. Я хочу обратить ваше внимание, друзья, что в 2019 году, скорее всего, если ситуация в ближайшие дни на рынке нефти не изменится, мы начнем искать уровни, с которых нефть можно было бы покупать. И, возможно, превратим эту сделку в сделку на средне-долгосрочную основу. Но это так пока что прелюдия. Я не обещаю, что именно так мы и поступим. Посмотрим, что случится с новостным фоном и как участники рынка, с каким настроем, скажем так, выйдут после новогодних праздников. Рубль 68-66, я думаю, что с учетом того обвала нефти, который случился в последние дни, сегодня мы ждем, я точно с нетерпением, открытия торгов на российской бирже. Я думаю, друзья, то, что до конца этого года, тут осталось несколько дней, и реально можно замахнуться на тест сопротивления 70 рублей за доллар. На этом, в принципе, можно закончить с рублем. Я думаю, вы понимаете, почему рубль, в числе аутсайдеров. Вы помните, что у нас еще очень много рисков, которые были отложены на январь 2019 года. Доллар и иена, лоу 110.13, сейчас мы чуть выше 110.40. Я начал брифинг с того, что шансы вероятности лодеризации вашей планки 110 сохраняются. Я не отказываюсь от этих слов. Напомню, что распродажи доллара в последние дни были обусловлены несколькими факторами. Во-первых, это неоднозначными итогами заседания американского регулятора. Во-вторых, это приостановка работы госучреждений в США. И третий фактор, на мой взгляд, самый важный, это критика Трампа, с которой он обрушился на Федрезерв. Это самая настоящая интрига и столкновение, которое сейчас идет между двумя личностями, Джеромом Пауэллом и, собственно, Дональдом Трампом. Я думаю, что вы все уже знаете и знакомы с содержанием твита Трампа, в котором он сравнил Федрезерв с очень плохим игроком в гольф, у которого нет чувства, нет интуиции, в данном случае, говоря про ФРС, можно сказать, чувства реальной экономической действительности, которая сейчас складывается, не ориентируется в трендах и в потребностях экономики. Также Трамп назвал Федрезерв на текущий момент самой главной проблемой для Соединенных Штатов Америки. И тут же, после такого твита, конечно же, всплыли вопросы рыночного характера, масштабные вопросы о том, не будет ли уволен Джером Пауэлл с поста председателя американского регулятора. Но, друзья, я повторяю то, что ФРС — это независимый институт, и при всем уважении к Дональду Трампу, если идеализировать картину, если говорить, как есть на самом деле, политика политикой, то есть ФРС не имеет никакого отношения к администрации американского президента, то можно сказать, что у Трампа нет возможности как-либо повлиять сейчас на председательство Джерома Пауэлла, который, в принципе, только вступил на пост руководителя американского регулятора, сменив Джанета Йелли. Но, с другой стороны, мы знаем то, что Трамп крайне неординарная фигура, и знаем то, что у него есть очень много разных рычагов и инструментов воздействия, которые, в конце концов, напрямую либо посредственно могут повлиять на какие-то кадровые перестановки в рамках американского регулятора. Возможно, рынок переживает из-за этого, потому что, с одной стороны, сейчас, опять же, возможности того, что в Федрезерве начнут меняться окружения, это еще больше уличивает экономическую неопределенность. А если чуть порассуждать здесь, поразмышлять, сейчас создать условия для экономической неопределенности фактически на пороге потенциальной, это ключевое слово, рецессии, ну, было бы совсем, верно, крайне недальновидным решением. На настроение рынка влияет также распродажа американского фондового рынка, фондовой секции, все индексы снижаются. Я думаю, для вас это не новость, друзья, мы давно уже поставили крест на обычай динамики и хорошо заработали, собственно, на нисходящем движении. Не спекулируем, не торгуем, не лезем сейчас в американский фондовый рынок, потому что, напоминаю, в такие дни, как сейчас, заключительные торговые сессии уходящего года, рынок может даже хотя бы на технических факторах очень неплохо вырасти, да и, в принципе, так же, как и простить, не нужно рисковать, потому что мы хорошо отработали фундамент, увидели опережающие предварительные сигналы, индикаторы, которые ранее давали нам установку на то, что американскую фонду нужно продавать и воспользовались, собственно, этим. По доллару, друзья, я уверен, что опланка 110 все-таки удержится. Это мое какое-то субъективное убеждение. Я полагаю, что если какие-то проблемы еще у доллара возникнут, то, скорее всего, уже не в рамках этого года. Ну а в 2019 мы будем держать руку на пульсе, как и всегда, и следить за всем, что происходит. Поэтому, если вы в длинных позициях, собственно, как и я, держите их, пока стоит плитой поддержка 110 йен за доллар. По евро-доллару, по британцу против доллара, в принципе, все без изменений. Друзья, мы ждем слабости этих инструментов. Я миллиард раз рассказывал вам, почему системные эти активы-аутсайдеры. Я надеюсь, вы помните, сейчас интерес к ним обусловлен только слабостью американца. Австралийца 0,7047, снова мы не сделали цель 0,70, но эта цель актуальна лишь для тех, кто продолжает держать позиции. Я лично вышел, даже выше текущих уровней, рекомендовал вам уже оставить в покое австралийца. Видимо, 0,70 мы так и не увидим какой-то серьезный уровень, чуть даже повыше данной планки, ниже которого покупатели все-таки подавцов не опускают. Может быть, если в 2019 году, когда будем уже в первом квартале подводить итоги того, как показался до Китая по итогам всего 2018 года и в четвертом квартале, мы видим слабые цифры, это может оказать давление на австралийца. Но, опять же, до этих данных еще нужно дожить, друзья, это точно не в ближайшие 2-3 дня. На этом, собственно, все. Хочу пожелать вам хороших новогодних праздников. Следующий брифинг уже состоится, друзья, в январе. Жду вас с хорошим настроением, с собранными, отдохнувшими, потому что нас будет ожидать еще большее количество спекуляций. Мы, повторюсь, очень неплохо в плане трендов закрываем 2018 год. В 2019 нужно будет еще раз перезагрузить вообще мышление того, что происходит. И я допускаю, что, возможно, даже я, который на протяжении многих лет верил в рост американца, на каком-то этапе начну уже сомневаться в том, что эта идея может отрабатываться и дальше. Не хочу ни в коем случае вас сейчас спугнуть с покупок доллара, потому что пока что лично я еще сохраняю эти длинные позиции. Но в 2019 году мы с вами оценим, действительно ли так актуальны риски замедления американской экономики, когда у нас выйдут данные по экономическому росту за четвертый квартал. Мы сравним, собственно, эту статистику с ситуацией в плане торговых отношений США и Китая. Дождемся, когда завершится торговое перемирие между этими странами, каким образом оно завершится, будут ли у нас причины возвращаться снова к абсолютно правным распродажам из-за угрозы того, что это возобновление торгового конфликта между ведущими экономиками станет причиной еще большего стопора тормоза для мировой экономики. Мы будем говорить с вами о нефти, потому что уверен, сейчас то, что происходит на рынке черного золота, уже стало причиной, возможно, прямо в этот момент времени стало причиной, из-за которой страны ближневосточного картеля между собой уже начинают обсуждать необходимости внеочередной встречи технического комитета с целью, опять же, остановить вот эту нисходящую динамику, договориться о чем-то еще, что убедило бы рынок перестать так активно ставить на продажи. 2019 год обещает быть жарким, друзья, я думаю, что вы все это прекрасно знаете, мы будем следить за политическими установками и курсом Трампа, сейчас его позиции, признаю, не так крепки, как это было в середине 2018 года, будет интересно узнать, понять, сможет ли он все-таки найти финансирование для строительства стены с Мексикой, ну и, конечно же, нам будет интересна развязка по вот этому шатдауну при основке работы в госучреждении, хотя я думаю, что особо вот в этом плане риски преувеличивать не стоит, это самый настоящий спектакль и в ближайшие дни, конечно же, финансирование найдут. Друзья, на этом, собственно, все, большое всем спасибо, что были вместе со мной, вместе с компанией Амаркетс в 2018 году, плавно переходим в 2019 год, в общем, жду вас всех с, опять же, хорошим настроением в грядущем году, который обещает подарить нам еще больше волатильностей, еще больше возможностей для проведения прибыльных, я очень надеюсь, срочных торговых позиций. Всего доброго, до свидания.